Здравствуйте! Мы в магазине All Time. Сегодня тема нашего разговора – хронографы. Сегодня мы говорим о хронографах. Хронографы бывают разные – механические и кварцевые. Ну, понятно, что механический хронограф – это вещь очень сложная, как механический объект. В нем очень много деталей. Ну и, как правило, такие часы, особенно те из них, которые произведены в Швейцарии, они стоят немало. Поэтому в нашей подборке сегодня есть и механические хронографы, и кварцевые. Вернее, один-единственный механический хронограф. Ну, так получилось. Он у меня на руке – это Морис Лакруа Понтас хронограф. Ну, в общем-то, механизм, который использован в этом хронографе, он давно и хорошо известен. Он происходит, ну, как сказать, не совсем он, но его предтеча происходит из 1975 года. Это калибр Вальжу 7750, хорошо известный всем людям, которые увлекаются часами, часовым мастерам. Вот. Здесь использован аналог этого механизма – это калибр С-ТАВУ-500, произведенный фабрикой часовых механизмов Селита. В принципе, он, ну, фактически повторяет Вальжу 7750 после того, как кончились патентные права на тот механизм. Соответственно, фабрика Селита начала производить калибр очень похожий, просто по очень простой причине. Во-первых, он популярный, это самый продаваемый из автоматических хронографов в мире. Ну, и во-вторых, с 1975 года он все-таки доказал свою функциональность, надежность, ремонтопригодность. Ну, в общем, классный во всех смыслах калибр. Вот. Убедиться в том, что этот механизм именно автоматический можно, взглянув сквозь прозрачное окно задней части корпуса. Вы видите ротор автоматического завода. В данном случае он помечен логотипом бренда Марис Лакруа. Вот. Ну и, соответственно, можно попытаться поиграть этим хронографом. Есть кнопочка запуска. Вот. Она же останавливает. Видите, секундная стрелка пошла в ход. И после сброса она возвращается в нулевое положение, пригодное для нового измерения. Механизм этот не тонкий. Он довольно-таки толстый. И часы, которые производятся на его основе, они, в общем-то, поражают таким солидной массой, солидными габаритами. Вы видите, вот я специально показываю часы в этом ракурсе. Видно, что он довольно-таки мощный. Видно, что часы довольно-таки мощные, с учетом того, что они произведены из нержавеющей стали. На руке они ощущаются, ну, прямо скажем, как такие, как настоящие солидные часы. Вот. Что хотелось бы мне особо отметить, вот, касательно этого хронографа, то, что, собственно, не имеет отношения к хронографу как таковому, это браслет. Браслет меня, честно говоря, порадовал. Очень люблю часы, у которых хорошие браслеты. Здесь, ну, так скажем, для часов вот таких вот габаритов обычно, уже привычно для меня, что браслет, как правило, какой-то мощный такой, ну, как бы это сказать, нарочито мощный, нарочито массивный. Здесь же он довольно-таки, ну, так скажем, его нельзя назвать тонким, он элегантный, он имеет разумные габариты, ширина тоже не очень большая, но, что приятно, швейцарские мастера иногда показывают высокий класс, и вот здесь, в этом браслете, этот самый высокий класс и проявляется в том, что он очень соразмерный, он сделан очень гармонично, то есть все вот эти вот звенья, они, ну, в общем-то, ну, просто красивые. Ты смотришь на него, и ты думаешь, елки зеленые, он какой-то красивый. Ну, плюс ко всему, очень продуманная, правильная отделка, это продольная шлифовка в вертикальном направлении, то, как я показываю, и плюс еще, вот я слегка поверну, чтобы было лучше видно, каждое звено, оно украшено такой небольшой, небольшой фаской, вот эти вот центральные звенья, видите, они, так сказать, отсвечивают фаска, такая зеркальная, это я уже не раз это говорил, это всегда радует глаз настоящего ценителя, когда в отделке деталей браслета используются примерно те же самые приемы, которые используются в отделке деталей высококлассных механизмов, поэтому часы говорят о механике не только самим фактом наличия механического хронографа, но также вот такой вот отделкой, классной отделкой, деталей корпуса и браслета. Продолжим наш обзор уже кварцевой моделью, это бренд Tissot, прекрасный хронограф с таким глубокого тона зеленым циферблатом, переливающийся, вот я сейчас шевелю немножко, чтобы вы видели, что фон циферблата переливается, дымчатая, дымчатая окраска с более ярким тоном в центре и более темным, почти черным по периферии. И плюс еще, ну просто надо это все время замечать, надо подсказывать, что же смотреть. Это то, что переливчатость циферблата вот всего основного фона, она немножко другая, чем то, как играют дополнительные счетчики. Вы видите, что там, ну так сказать, другая картинка, это все потому, что там использована другая отделка. Вот. И это, в общем-то, ну придает часам такой богатый вид. Плюс ко всему, что интересно в этом хронографе, это часы дайверские, это понятно и по крупным маркерам, по стрелкам, также с люминофором, и по наличию, естественно, дайверского ободка. Сейчас мы послушаем, как он работает. Работает. Работает хорошо. Два клика на секунду. Вот. Назад не крутится. Все сделано по правилам. И, соответственно, если часы, если хронограф дайверский, то признак хорошего тона, это когда кнопки хронографа, они защищены фиксирующими вот такими вот накладками. Вот эти вот фиксирующие накладки здесь имеются. И, соответственно, вот сейчас я пытаюсь воспользоваться хронографом, ничего не получается. Они зафиксированы. Для того, чтобы работать с ними, их надо открутить. Вот я сейчас их откручиваю. Вот. Вы видите, что изменилось. Вот эта накладка, она как бы выдвинулась наружу. И после вот этой операции, при этом водостойкость хронографа не гарантируется. Ну, как минимум на том уровне, как это написано на самих часах. То, что написано на самих часах, относится и действует только в том случае, если кнопки зафиксированы на резьбе и заводная головка, ну, в данном случае корректирующая головка, тоже зафиксирована на резьбе. Итак, я запускаю хронограф. Счетчик десятых долей секунды начинает очень быстро вращаться. Центральная секундная стрелка также идет. В общем, все работает отлично. Сбрасываем. Хронограф работает. Возвращаем ему водостойкость. Завинчивая вот эти вот накладки кнопок. И, соответственно, с часами теперь можно в погружении. Также в этих часах очень приятный браслет. Мне нравятся браслеты миланского плетения. Они так называются. Они производятся методом навивания из проволок стальных достаточно, так скажем, хорошего такого плотного, прочного размера. Здесь, ну, браслет, он очень такой, он оставляет ощущение прочности. И, что приятно, он еще здесь слегка, так скажем, спрессован и отшлифован. В общем, над ним хорошо поработали. За счет чего, ну, создается такой уникальный внешний вид. Вот такая вот волна. Он пускает волну, когда его изгибаешь. Ну, и просто часы очень интересные, очень приятно выглядят на фотографиях. Вот, ну, вот в таком виде, когда надеваешь на руку. То же самое. И что интересно, часы дайверские. И очень часто вот такую вот проволочную, так сказать, сеточную структуру, вот типа миланского браслета, ее называют противоакульей. Или, ну, там, или акульей, не знаю. Ну, то есть имеется в виду, ну, как вот бывает иногда стальные хирургические перчатки, тоже с защитой от того, ну, от случайного пореза. И, соответственно, аквалангисты надевают перчатки аналогичного материала, ну, имея в виду, что акулу не прокусит. Вот, но боюсь, что не стоит даже пытаться, так скажем, проверять антиакулье свойства этого браслета. Просто, ну, вот такая вот штука, с моей точки зрения, очень подходящая именно вот дайверским часам. Следующая модель у нас, это противоположность в некотором смысле, этот кварцевый хронограф. Бренд Корновин работает в своей области, предлагает классические часы. Что здесь классического? Ну, это круглый корпус, он скругленный, он очень аккуратно сделан, и он с позолотой, и вот очень интересная такая штука, тоже переливающийся циферблат. Сейчас я вам покажу, как он, надеюсь, это все будет видно, как он переливается. И его темная такая, темно-коричневая такая шоколадная окраска, она очень хорошо согласуется, во-первых, с ремешком, ну, и, во-вторых, она просто очень гармонично смотрится на корпусе с позолотой. В общем, я считаю, это вот такие вот костюмные хронографы, которые очень хорошо пойдет, если, ну, если человеку нравятся часы вот такого шоколадного оттенка, даже немножко, так сказать, в бургундию уходит, вот, и, соответственно, на кожаном ремешке. Следующая модель тоже с позолотой тона розового золота. Это бренд Aviator. Ну, мы привыкли, что Aviator в основном предлагает какие-то механические часы. Здесь же кварцевый механизм, и часы выполнены, ну, в таком стиле, спортивно-элегантном, каждодневном стиле. Ну, если говорить одними словами, ну, это такой Rolex-овский стиль, стиль часов Rolex. Тут, говоря это, мы всего-навсего обозначаем стиль этих часов, мы не говорим, что бренд Aviator чего-то там позаимствовал у бренда Rolex. Хотя вот, ну, браслет, понятно, это браслет стиля Oyster. Тем не менее, если сравнить вот конкретно этот браслет с настоящим браслетом Oyster, то будут видны отличия. Так что я считаю, что этого достаточно, этого упоминания достаточно. Ну, и, в общем-то, часы каждодневные и практичные. В основном это связано с тем, что у них, ну, что они предлагаются на металлическом браслете. Вот. Циферблат очень читабельный бренд Aviator, естественно. Это какая-то отсылка к часам технического стиля. Ну, в общем-то, по циферблату это заметно. Очень крупные стрелки с люминсцентным покрытием, очень крупные маркеры, все контрастное, черное и такой кремовый оттенок. В общем-то, все это самое. Все сделано для того, чтобы время по этим часам было читать очень просто. Хронографические стрелки в основном имеют красную рассветку. Вы видите, вот стрелочка внизу, она отсчитывает десятые доли секунды. Центральная стрелка, соответственно, отсчитывает секунды. И вот, остановив хронограф, мы можем также воспользоваться дополнительными шкалами. Ну, шкала тахиметрическая, понятно, что это понятие не авиаторское, скорее автомобильное. Никто не говорит, что бренд Aviator должен производить исключительно часы авиаторские. Я просто говорю о том, какая специализация может быть у этих часов, исходя из того, что имеется у них на циферблате. Итак, вот тахиметрическая шкала отградуирована в показателях скорости. То есть, человек проезжает на автомобиле, на мотоцикле километровую дистанцию, отмеряет время, которое у него ушло на прохождение этой дистанции, соответственно, получает скорость. Средняя скорость была, ну вот в данном случае, это где-то 225-230 км в час. Ну, в общем, неплохая такая скорость. Здесь имеется еще одна шкала. Вот я вот так сейчас покажу, надеюсь, это будет видно на макро. На боковой скошенной шкале циферблата здесь изображена телеметрическая шкала, что позволяет нам также охарактеризовать вот этот хронограф, как часы артиллерийские. Дело в том, что сама функция, сама шкала телеметрическая, она была изобретена, ну, не именно, но в основном с прицелом того, что эти часы будут использоваться артиллеристами. У артиллеристов есть такая проблема, ну, по крайней мере, была. Это, естественно, несовременные артиллеристы, где у них все нормально, все работает, прицелы работают, и все, так сказать, они знают, как все это делается. У ранних, у давних артиллеристов 19 века была такая проблема, что, ну, понятно, что когда пушка стреляет, снаряд постепенно опускается, вот. И, соответственно, величина вот этого вот опускания с протяжением времени, она зависит от дистанции. Поэтому для артиллериста очень важно, ну, вот он выстрелил, и где-то там что-то взорвалось, и, так сказать, на каком расстоянии находится вот это самое место, куда долетел снаряд, чтобы, ну, соответственно, сделать поправку и точнее стрелять. И, соответственно, вот эта телеметрическая шкала, она применяется именно для того, чтобы измерять расстояние. То есть вы увидели разрыв, нажали на кнопку хронографа, и потом, когда пришел звук взрыва, вы второй раз нажали на кнопку хронографа, остановили стрелку. И, соответственно, по тому, сколько секунд произошло от того момента, когда вы увидели взрыв до того момента, когда пришел звук, вы, соответственно, отмечаете, что вот это место находится, ну, в данном случае это 5,5 километров. Прекрасно вы можете, так сказать, производить дальше коррекцию стрельбы. Ну, есть, существует более мирное использование часов с телеметрической шкалой. Это просто измерение, ну, до любого события, которое вы видите, вот, в общем-то, как оно происходит, и по звуку, который до вас доходит. Например, вы видите удар молнии, и гром приходит через какое-то время. Вот в данном случае 5,5 километров было до удара молнии. То есть можно совершенно, так сказать, молнии сверкают страшно, звуки грома тоже пугают. Но не стоит пугаться, 5,5 километров нормально, никакой опасности нет. Ну, в общем, вот такие вот функции могут быть у этих часов, кроме того, что это, ну, вот просто-таки каждодневный хронограф золотистого цвета. Ну, и, наконец, завершим наш обзор очень интересным хронографом бренда Luminox. Здесь все работает. Вот запускаю хронограф, секундная стрелка пошла. Здесь без десятых долей секунды. Это, ну, так скажем, показатель экономности этого хронографа. Дело в том, что вот эти быстрые секундные стрелки, которые измеряют десятые доли, они, в общем-то, достаточно энергоемкие. То есть батарейка расходуется быстро. Поэтому, ну, так сказать, имейте в виду, если часто пользоваться на хронографе, ну, часто пользоваться функцией хронографа, то часы с десятыми долями секунды, они, ну, так сказать, будут разряжаться быстрее. И быстрее потребуется обратиться в сервис, чтобы заменить батарейку. Luminox производит часы, которые хорошо подходят для всякой активности на свежем воздухе, для походов. И, в общем-то, вот, если мы посмотрим на часы с задней стороны, мы увидим, что эта модель посвящена такому знаменитому мастеру-эксперту по выживанию. Это Биар Грилс. Здесь его лозунг даже изображен, никогда не сдаваться. И, в общем-то, понятно, что имеется в виду тогда вот здесь вот на ободке. На ободке изображена тахометрическая шкала, но не в таком виде, как она бывает обычно. Ну, обычно это автомобильная, в общем-то, либо мотоциклетная, так сказать, штука с измерением времени, которая преодолевает это транспортное средство километровую дистанцию. Здесь же наоборот, здесь дистанция 50 метров, и, соответственно, по времени, который измеряет секундная стрелка, прохождение до 50-метровой дистанции, можно измерить скорость пешехода. Ну, если человек бежит, значит, ту скорость, с какой он бежит. Ну, в общем, такая полезная штука именно для человека, который идет своими ногами. Чтобы, ну, чтобы подчеркнуть вот этот образ часов, ну, может быть, не совсем для выживания, но для приключений на природе, бренд-люминокс корпус этих часов произвел из углеволоконного композита. Он такой серенький, с таким матовым, слегка таким отблеском. И плюс добавили они еще ремешок наш старый добрый знакомый, который мы не раз встречали в часах другого бренда Victorinox, тоже швейцарский бренд. Вот этот ремешок сплетенный из паракорда. Если вы находитесь на природе, и вдруг происходит что-то, ну, так скажем, непредвиденное, опасное, что-то требуется там срочно что-то привязать, прикрутить, я не знаю, вы просто можете использовать свои часы в качестве такого запасного объекта. Вы просто распускаете вот этот ремешок, аж часы тогда придется положить в карман, наверное. Вот, вы распускаете этот ремешок, и у вас получается прекрасная такая веревка, очень прочная. Я, честно говоря, позабыл, но, наверное, в документах к этим часам обозначена какая прочность там. Ну, в общем, несколько тонн на разрыв. Поэтому, ну, такая очень прочная, очень нужная вещь, ну, так скажем, для всяких непредвиденных обстоятельств. Дай бог, чтобы этого не происходило, и часами просто наслаждались по назначению. Но, тем не менее, хорошо, вот, когда именно часы для активности на свежем воздухе, когда они обладают вот такими вот функциями для непредвиденных обстоятельств. Вот такие бывают хронографы, как вы могли, надеюсь, убедиться разнообразные, с разнообразными функциями и применениями. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, шерьте, рекомендуйте канал своим друзьям. Здесь вы узнаете все о часах. Итак, спасибо за внимание и до встречи в будущих сюжетах. Субтитры сделал DimaTorzok